Все бы хотели иметь крутое стройное тело, но пожалуй не все готовы ходить в спортзал. Для этого отлично подойдет вес собственного тела. Чтобы трансформировать свое тело, не нужно каких-то особых упражнений, не нужно потеть часами в спортзале. Что если я вам скажу, что хватит только 10 отжиманий в день, и вы увидите невероятную форму спустя месяц. Если вам это интересно, вы по адресу. Сейчас вы узнаете, как 10 отжиманий каждый день полностью трансформирует ваше тело и приведет ваше самочувствие в норму. Досматривайте ролик до конца, будет полезно и интересно. Отжимания являются наилучшим упражнением для развития силы верхней части тела. А также их можно делать в любом месте, где бы вы ни находились. И самое главное, без какого-то дополнительного оборудования. Благодаря отжиманиям прорабатываются трицепсы, грудные мышцы и плечи. А самое главное, выполнять это легкое упражнение можно в любом месте. Во время отжиманий в основном работают три мышцы. Большие грудные мышцы. Основные функции ее это сгибание, приведение и внутреннее вращение в плечевой кости. Она является самым большим мускулом и важным элементом верхней грудной клетки. Вторая важная мышца трицепс или трехглавая мышца плеча. Этот мускул отвечает за разгибание руки, а также помогает бицепсу манипулировать рукой при сгибании. Сама мышца состоит из длинной латеральной и медиальной головки трицепса. Передняя дельтовидная мышца участвует в упражнении опосредованно, но несет очень важную роль во время отжиманий. Она участвует в фиксации рук спереди относительно плеча. Кстати, спортсмены могут менять степень нагрузки на ту или иную мышцу. Это зависит от вида, интенсивности и количества отжиманий. Это в случае, если им нужно прокачать именно определенную мышцу. Во время отжиманий, в зависимости от вида отжимания, многие мышцы тренируются в изометрической манере. То есть, это происходит, когда мышца нагружена, но не расширяется и не сжимается. Такие мускулы удерживают и уравновешивают тело в правильном положении. Во время движений, поэтому дополнительно нагружаются. Широчайшая мышца спины, внутренние мышцы груди, мышцы живота, бедра и ягодиц. Четырехглавая мышца и передняя большеберцовая мышца. Да, эти все мышцы задействованы во время этого упражнения. А при правильном его выполнении, оказывают укрепляющее воздействие на суставы и сухожилия. Некоторые модификации отжиманий, например, неравномерные отжимания, когда руки находятся на разной высоте. Такие упражнения укрепляют вращающуюся манжету плеча. Эта зона часто деформируется у спортсменов. Какая же польза в этом отжимании? Первое. Вы точно станете сильней. Ведь в работу включаются трицепсы, грудные мышцы и плечи. А вот правильная техника отжиманий заставляет работать и спину. Мышцы живота и ног. Таким образом, одно упражнение укрепит почти все ваше тело. Кстати, забавный факт. В реальной жизни нам часто приходится что-то толкать. Например, двери или тележки в магазине, или что-то в этом роде. Если отжиматься регулярно, то такие задачи можно выполнять проще. Также у вас укрепится сердечно-сосудистая система. А ученые связывают тренированность мышцы с сокращением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Например, ученые обнаружили зависимость между количеством отжиманий, которые может сделать человек, и состоянием здоровья его сердца. Мужчины, которые могут выполнить 40 и более отжиманий, за один подход на 96% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. А вот те, кто не может отжаться и 10 раз, и находятся в тех 4%. Все это можно объяснить тем, что нагрузка больших мышц требует доставки к ним кислорода. А это, в свою очередь, заставляет сердце работать. Так что отжимания – это отличное упражнение. Для того, чтобы прокачать сердце, вы защитите от травм в вашей плечи. Травмы плечевого сустава часто случаются в непредвиденных обстоятельствах. Например, во время падения. А обычные отжимания могут задействовать мышцы-стабилизаторы плечевого пояса, и поэтому служит одним из лучших упражнений для этого. Чтобы защитить суставы и связки плеча от повреждений. Укрепление поясничного отдела. Эта часть тела участвует почти в каждом движении. Ведь боль в пояснице – довольно частая проблема. А ведь перегрузка или травма этой области может стать настоящей проблемой. Отжимания задействуют всю часть корпуса, что позволяет укрепить и эту уязвимую часть тела. Сильные мышцы груди и спины позволяют предотвратить возникновение травм. Крутая осанка. Отжимаясь каждый день, вы станете обладателем красивой осанки. Ведь всем известно, что одна из причин неправильной осанки – слабые мышцы кора. Чтобы поддерживать позвоночник на нужном положении на протяжении всего дня, когда вы работаете за компьютером или просто гуляете, вам нужны сильные прессы спина. Правильные отжимания заставляют эти мышцы работать. Если делать отжимания каждый день, тело привыкнет к нужному положению. Так что же будет, если каждый день отжиматься хотя бы по 10 раз? Если вы не профессиональный спортсмен, сделайте максимальное количество, которое вы сможете. Не стоит гнаться за цифрой. Смотрите по вашему ощущению. Ведь будет намного полезнее, если вы не будете до конца даривать ваши упражнения. Особенно, если вы делаете их каждый день. Запомните цифру вашего максимума. И уже спустя одну неделю эта цифра вам покорится. При правильных и регулярных упражнениях через 2-3 недели вы сможете увидеть незначительные изменения в объеме вашего тела. Ведь любая физическая нагрузка это изменение вашей структуры. А значит лишний жир уйдет, тело будет требовать больше энергии. Но рекомендуется, как и другие любые тренировки, выполнять данные упражнения хотя бы через день. Таким образом, ваш организм будет лучше восстанавливаться и у него будет время это сделать. Благодаря этому и достигается более эффективный результат. Смотрите другие интересные ролики о спорте на моем канале. Подписывайтесь и до скорого, друзья!